Я говорил на тему Мишнато-Сефта и обсуждения. На самом деле у меня есть подозрение, что может сложиться какое-то не совсем правильное понимание того, что происходит. И вот здесь, так как достаточное количество людей этого, как бы это сказать, не ощущают эту тонкость, которую я сейчас начну рассказывать, я хочу остановиться, потому что обычно эту сторону редко разбирают. Ситуация выглядит следующим образом. То, чего я хочу сказать еще про Мишну и про весь сопровождающий материал. Дело в том, что большинство народу не учит Тосефту. Еще раз, не надо путать, есть два похожих слова. Есть слово Тософот и есть слово Тосефта. Это похожие слова, смысл одинаковый, но содержание совершенно разное. Тософот – это комментарий к Талмуду, составленный несколькими поколениями прованских в основном мудрецов. И основа Тософот – это внуки Раши. Вот Раши написал комментарий к Талмуду, а его внуки и школа, образовавшаяся вокруг них, огромная школа совершенно, писали к ним примечания. В основном они базируются на комментариях Раши к Талмуду и писали свои примечания. При этом надо сразу сказать, что примечания Тософот – это сложное чтение и так далее. Но по датам это у нас получается внуки Раши, значит, соответственно, Раши умер в 1105 году, принятая дата. Значит, внуки, ну, прибавьте, получите где-то вот XII век, начало. Но довольно долго продолжалось и разошлось намного шире, чем Прованс. Прованс – это вообще замечание ашкинастских мудрецов, что называется германских мудрецов. Учтите, что Прованс тогдашний, это сегодня Прованс, Железная Франция, и говорили тогда на французском, но Прованс относится к ашкинастским, то есть германоязычным общинам. И Раши, например, сам Раши учился в Германии, когда учился. Но вот, например, один из самых знаменитых тософистов жил вообще в Италии, причем с восточной стороны. Италия – это раби Абрам бен Давид из Паскьеры. То есть, ну и вот теперь вы можете прикинуть регион от Прованса до востока Италии. То есть, это огромный регион. Но вот этот комментарий – тософот. Но он еще раз XII-XIII века – основное создание, потом он был собран и опубликован. Но есть тософта. Тософта – это дополнение к Мишне. Это не комментарий к Мишне. Это дополнение. И под дополнением имеется в виду то, что не вошло в Мишну. Вот на самом деле, то, чем я сегодня хотел бы заняться и то, что я хотел бы показать – это вот что вошло в Мишну, что не вошло в Мишну. По-моему, это очень полезное понимание. Просто на каком материале работала вот эта группа ученых Танаем, которые создавали Мишну. Ну, они работали ведь на огромнейшем материале. И этот материал, как бы, его хотелось очень сильно сжать. Вот ясно, что то, чем занимается Мишна, она пытается сжать материал. И в результате, вот что дает тософта. Тософта – это как бы очень часто исходный материал, из которого делалось Мишна. То есть, как бы, вот иногда возникает такое чувство, что тософта – это исходный материал, собранный вот ученым, который собирается. Вот, например, ну как готовится нормальный человек, человек вроде меня. У меня обычно есть файл, где собраны по мере чтения то, чем я собираюсь заниматься, то, что я собираюсь цитировать и так далее. Это довольно большой файл и не один частный. Но после этого, когда дело доходит уже до написания того же работы, в которой я собираюсь, из первоначального материала остается немного. Происходит такой очень существенный отбор. Часть не включается обычно по причинам того, что, ну как бы, лишняя длинота придется отвлечься. То есть, не потому, что плохой материал. Материал замечательный. Но вот, ну как бы, некуда вставить. Вот регулярно возникает чувство, что тософта – это тот самый материал. То есть, это не дополнение, вот тософта – дословный перевод, это дополнение, имеется в виду дополнение к мишне. На самом деле, такое чувство, что правильно было бы сказать, что мишна – это сокращение тософта и редактирование тософта. И вот в прошлый раз я, когда пытался продемонстрировать устройство мишны о том, что мишна, вот как бы, это тоже текст, который создавался поколениями. И что хорошо видно по тексту мишны, что там есть первая мишна, потом дополнение в нее, потом примечание к ней, а потом спор по поводу примечания. То есть, вот такое построение. То сегодня я хочу показать, вот как это было, вот что лежало перед авторами. И причем, что, мне кажется, хорошо здесь будет, это вот на том же материале, что и в прошлый раз я собираюсь просто это сделать. Ровно потому, что, как мне кажется, это очень удобно и очень наглядно. Ну, и плюс ко всему, естественно, когда я делаю такие отборы, то как бы хотелось бы что-то приятное душе и глазу. Сейчас я открою, с вашего позволения, экран. Видно, да? Да, видно, отлично. Отлично. Значит, слева от меня, по крайней мере, та самая мишна. Значит, да, но вот еще раз, чтобы избежать это самое. Я в прошлый раз объяснял разницу, что такое барайта. Барайта, вот мне просто задали вопрос, я хочу еще раз уточнить это. Барайта, корень арамейский у слова бар. Бар – это вне, это снаружи. Вот, значит, у кувшина есть го внутри, и есть бар. Наружная сторона, вот стандартная терминология. Это просто арамейский язык. Бар – это снаружи, вне. Вот я приводил поговорку, которая принята, вот, греческая община на Балканах очень любит община, эту поговорку. Бар-бинан – не о нас. Вот то, что говорится лу-алейну, да, вот, ашкеназы говорят, в этом случае, лу-алейну, да, не о нас, когда говорят что-то плохое. То на Балканах принят арамейский вариант этого же высказывания бар-бинан. Кроме нас. Так вот, бар – это вне. Барайтой называется высказывание танаев, то есть людей, которые работали до того, как была зафиксирована мишна, которая в мишна не вошла. То есть барайта – это не вошедшее, то, что осталось снаружи. В этом смысле любое высказывание тасэфты является барайтой. Вот просто по определению слова барайта. Поэтому разницы между тасэфтой и барайтой нет. Принято при этом, вот, комментаторы простоты ради тех случаях, когда они хорошо видят, что перед ними отрывают тасэфты, они говорят тасэфта обо всем, а то, что не тасэфта или не могут там быстро поставить сходу ссылку, называют барайтой, чтобы не разбираться, откуда она взялась. Другой разговор, что регулярно люди просто не знают тасэфта, поэтому называют все подряд барайтами. И это правильно, потому что все является барайтами. Просто тасэфт – это уточнение, откуда берется эта барайта, из какого сборника. Можно вполне уверенно сказать, что мудрецы Талмуда, по крайней мере, Вавилонского точно, а Иерусалимского наверняка, тасэфту знали очень неплохо. И именно тасэфту знали. И она несколько раз упоминается как сборник в Бавилонском Талмуде. То есть сомнение в том, что тасэфта в те времена уже была собрана, это известно. Другой разговор, что она, еще раз, она не имеет законодательной силы, а потому что, еще раз, важнейший признак Мишны, важнейшее событие, которое было в Мишне, кроме того, что это будет. Вот смотрите, мой там друг Раф Алекс Фейгин как-то задал вопрос, попросил рассказать, что такое Мишна. Просто проверить грамотность людей. И вот это любопытно было посмотреть. Мне доставило удовольствие читать ответы, просто потому что все, кто пишут, они правильно пишут. Но при этом, как бы, глазки разбегаются. Какое дать определение Мишны? Но понятно, что Мишна – это конкретная книга, составленная под редакцией раби-ягуды-ганаси, то есть раби-ягуда-патриарха, или князя раби-ягуды. Это просто. Теперь дальше предложение. Краткий сборник иудаизма, чтобы не забылся. Кодификация закона на начало 2-3 века новой эры, потому что датировка приблизительно 220-й год. фиксации. Ну и еще подобные вещи. Это Мишна. Но главное вообще-то следующее, что Мишна как бы она запечатана. Вот это важнейшее свойство Мишны – это ее запечатанность. К ней нельзя добавлять, к ней нельзя убавлять. Она сделана. Вот так называется запечатанность. Запечатанная книга – это книга, которую больше не добавляют и не убавляют. Например, вот запечатанная Гемара, Талмуд запечатан приблизительно в 550-м году. Вавилонский Талмуд запечатан. То есть с этого момента к нему не добавляют и не убавляют. Хотя замечу, что с 220-го года до 550-го, да, 300 лет с хвостиком. И соответствующее число поколений. И все эти поколения – авторы Талмуда. То есть мы собираем из самых разных времен людей из разных времен. Вот в этом смысле то, что происходит Мишни, Мишна запечатана. А Тасефте – это то, что осталось вне печати. Хотя она тоже понятна, что она в какой-то момент была запечатана, но непонятно когда. То есть когда это стал завершенный трот. Хотя Талмуд, так как Талмуд называет автор Тасефте, то надо думать, что они считали, что это запечатанная книга. То есть что туда больше ничего добавлять нельзя. Но вот если читать Талмуд, изучать Талмуд с источниками, с барайтами всеми, которые он цитирует, то барайт намного больше, чем и Тасефте, и галактических мидрашей, то есть махилтой, сифрой, сифрой, вот этих вот источников и больше. То есть они знали больше барайт, чем до нас дошло. Намного больше. Тасефте при этом сформирована крайне простым образом. Она просто почти буквально повторяет ход Мишны. То есть она разбита почти всегда. Нет, есть исключение, я сразу вам говорю. Есть исключение. Она разбита на те же главы, она носит те же названия, она разбита на те же главы, хотя иногда не совсем точно. Еще учтите, что Тасефта сохранилась хуже, чем Мишна. Ее как бы не особо изучали, хотя там в прошлом веке, в позапрошлом, извините, в XIX веке вышло несколько комментариев к Тасефте. Обратите внимание, Тасефте оказалось некомментированной, непрокомментированной работой сборников. И в XIX веке было проделано несколько работ по уточнению текста Тасефта. Тем не менее, Тасефте, значит, если вы откроете том Талмуда, то сзади любого трактата Талмуда будет приведена Тасефта к этому тому. Она приводится в себя. То есть это очень авторитетный случай. То, что я хочу, я хочу просто показать, вот как проводился отбор, и что мы, как бы, читая Мишну одну, потеряли по сравнению с тем, что читали в академиях перед тем, как Тасефта была записана, Мишна была записана. Итак, Мишна ПА, самая первая Мишна, начало трактата ПА, то есть край поля, обсуждается, я напоминаю, обсуждается закон о том, что когда человек жнет поле, он должен оставить край поля для бедных. Ну, там входит серию законов о дарах бедным. Дарах бедным, вообще все, когда говорят мотонотли, мотонотони, то практически всегда имеется в виду, как бы, я оставил, бедный может прики забрать. Это вот такие дары, и это несобранные плоды, это, значит, край поля, то есть, как бы, хозяин не обязан это собрать и отдать, то есть он отдает, но без своего труда. Да, то есть, довольно интересный момент, как бы, он обязан пожертвовать плоды, но не обязан пожертвовать свой труд по сбору этих плодов и доставке этих плодов. Ну, галактически это существенный такой момент, и, по-моему, мировоззренческий существенный момент. Ну, я говорю, что вот, ну, я предлагаю просто подумать на эту тему каждому человеку, подумать, насколько это влияет на его мировоззрение на помощь ближнему. Итак, в Мишне ПЭА, как в прошлый раз говорили, сказано, вот для чего не установлены меры. Тарай не устанавливает сколько, что такое край поля в количественном отношении, и Тарай не говорит сколько. Край поля ПЭА, первые плоды, бекурим, первые плоды, это которые собирают и несут корзинки в храм, и жертвуют в храм, там их забирают коины и едят. Нетрудно догадаться, что, ну, в общем, очевидно, что на жертвенник никакие сладкие плоды просто пойти не могут. Это вот очевидно для любого человека, который знает, что-то как устроен храм. Я не буду объяснять природу этой очевидности, мне это, скажем, очевидно. Приход в храм район, значит, имеется в виду, сколько нужно потратить денег, когда человек приходит в храм. Помощь ближнему, гмилут хасадим. В прошлый раз я говорил, что гмилут хасадим – это помощь необязательно денежная. В гмилут хасадим входит, например, помощь сиделке, навестить болезненного, просто чтобы ему не грустно было. Помочь ему по дому кому-то. Ну, вот понятно. Это гмилут хасадим. Изучение Торы, Талмуд Тора. Хочу заметить, что вот если вы посмотрите на то, что перед вами, то, собственно, Тасефта, вот это, вот этот темп, он ничем не отличается от Мишны. Это просто повторить. Значит, дальше Тасефта добавляет то, что будет в Мишне. Потом мы не будем сейчас заниматься этим. Дело в том, что в Мишне, в следующих Мишна-йод трактата ПЭА, это говорится, край поля ПЭА имеет меру снизу. Я напоминаю, что если вы откроете сам трактат, то дальше начнется обсуждение постановления о том, сколько надо оставлять. И, значит, Тарая Мишна говорит не меньше 1,6. То есть, это мера снизу, и нет у нее мера сверху. И хотя сказать, значит, и еще одна Галаха, что, сделав все поле ПЭА, если все поле объявил краем, то это не выполнение Мишна-йод закона ПЭА, потому что закон ПЭА – это ровно это самое, но это тоже в Мишне. Значит, Мишна, надо заметить, здесь происходит довольно интересный момент. Мишна вдруг в нашем месте не останавливается. И происходит довольно редкий вариант для Мишны, где прямо в начале трактата стоит, ну, вообще, в таких случаях говорят слово «агада», но дело в том, что «агада» в этой терминологии – это все, что не Галаха. Вот, моральные наставления, притчи, побасеньки, история о мудрецах – все это «агада». Вот, слово «агада» в данном случае – вот определение именно от обратного. Есть Галаха и есть все остальное. Все остальное называется слово «агада». Значит, здесь это явно моральная сентенция, вторая часть первой женщины. Вот дела, которые человек кушает в этом мире, но капитал остается у него в мире грядущем. Значит, я хочу обратить внимание опять. Тасепта просто вот как бы слово в слово повторяет то, что в Мишне. Но дальше Тасепта здесь останавливается и говорит неожиданно другую вещь. И вот теперь мы понимаем, почему это Тасепта. В Тасепте в самой Мишне говорится то, что мы читаем каждое утро после благословения на изучение Тары. А именно, вот вещи, плоды, с которых человек кушает в этом мире, а капитал – это капитал, остается для мира грядущим. Кибута в Мишне, почитание отца и матери, гмилут хасадим, примирение человека с ближним и изучение Тары равно всем им. Вроде бы. Тасепта, она приведет этот стих, но не здесь, дает вещь, которая является неожиданным, потому что, я уже сказал, Тасепту мало кто учит, то есть ее учат практически только специалисты. А ежели не цитируют ее, если это не принято, если это не стало расхожим каким-то местом, то это место могут почти никто и не знать. Итак, язычество, вода зара, гилуя рает, разврат, половые преступления, шфихад дамим, кровопролитие, в лошад гора равны им всем. Ну, я хочу заметить следующее, что в Сидоре, если вы откроете молитвенник, и там вот место, которое я процитировал, то молитвенник, кроме мишны, вот которую я привел, дальше приводит расширение этой мишны, как оно приведено в трактате «Шаббат» в Гемаре. Дополнение выглядит почитание отца и матери, то же самое, помощь ближнему, почитание, значит, приход в дом учения утром и вечером, помощь путешественникам, навещение бедных, устройство невесты, участие в похорон, тщательная молитва, установление мира между ближним и его другом, то есть примирение друзей и между супругами, а изучение Тора больше всех. То есть, обратите внимание, что опять молитвенник, когда хочет добавить отрывок Гемары, добавляет отрывок на ту же тему, которая развивает ту тему, которая внешняя, но опять перечисляет только положительные какие-то действия и перечисляет награды за положительные действия. Тасефта, что оказалось спрятанным в Тасефту? В Тасефту оказалось спрятанное наказание, а именно фонд капитал наказания и процент наказания оказался спрятанным, остался в Тасефте. Вот почему я считаю важным это понимать? В академиях, когда это учили во времена Танаев, то есть до Рады Яхуды Коноси, учили это тоже, вот то, что сейчас Тасефте мы читаем. А именно капитал и процент с капитала за преступление. И вот это любопытно. Мы помним, что вот были времена в Средневековье, в позднее, кстати, Средневековье, когда публику, ну в позднее, среднее, Средневековье, вот в раннем Средневековье это не было, а где-то начинает это подниматься в веке 14, может быть, чуть-чуть раньше, и продолжалось развивать в веке до 16-го, 17-го где-то, 17-го уже начинается смягчаться, когда очень много проповедей по всей Европе и в еврейских общинах читалось на тему ужасов ада. То есть о том, как поступать не надо и какие наказания будут за то, что человек поступает, как не надо. И Тасефте приводит вот эти примеры, как поступать не надо, что человека, который занимается поклонством, развратом, развратную гилуэрает, и кровопролитие, ну если кому-то интересно, убийство по Рамбаму, самое жуткое преступление, там, кто хочет, может посмотреть на тему, как выглядит Чува при убийстве, как бы, ну в общем, отдельная тема. Но, вот, и опять, вот мы видим какой-то такой еврейский подход, что мы, мудрецы Таная, не любят запугивать. Не то, что они все этой темы не знают. В конце концов, Медраж, где подробно описан, как выглядит рай и ад, он еврейский, он существует. Правда, я его узнал довольно поздно, потому что я ни разу не видел ашкенадских авторов, которые подробно разбирают, как устроен ад, а вот «Братья Сефан» за время от времени был там период, когда проповеди на эту тему читалось довольно много, проповеди, лекции на тему ада, где какой котел стоит, ну и так далее. Ну, не котлы, я шучу на тему котлов, но там, опять, не то, что, вот, замечу, вот, не то, что иудаизм не знает ада и устройство ада, знает, но как бы вытесняет разговоры на эту тему на периферию, равно как разговоры о мире грядущем вытесняет на периферию. Значит, что здесь любопытно, вот Лошонгара, который сюда попал в Тасепти, вот, который пропал, точнее, при переходе от Тасепти к Мишне, я хочу обратить внимание, что из учения Тары против него стоит Лошонгара. Итак, слово «клевета» – это вообще-то, ну, как бы, проблема переводчика. Лошонгара переводить надо «клевета», когда вы имеете дело с галахическим текстом, то есть текстом, когда речь идет о законе. А вот, когда речь идет про Агаду, Лошонгара, надо понимать несравненно более широко. Это именно дурной язык, на самом деле, ближайший термин, похожий на него, это Айнгара – дурной глаз. Обратите внимание, насколько похожи обороты. Есть, значит, Айнгара – дурной глаз, и Лошонгара – дурной язык. Но Айнгара – это сглазить, а также зависть, а также жадность, это все сюда идет. Я сейчас не буду, но дело в том, что оба оборота, и Айнгара, и Лошонгара, они составлены с нарушением нормы иврита. Вот это два парных оборота, они не единственные, которые имеют нарушение нормы. Вообще должно быть или Айнгара, либо Айнгара, а у нас вообще совершенно потрясающе получается фантастический оборот. Ну, для тех, кто знает нормы иврита, у нас получается смехутное, притяжательное сочетание, смехут, притяжательное сочетание, глаз зла, вот дословно перевожу, что получилось. Вот никак должно быть существительность прилагательного, глаз, который какой, дурной, да? А у нас получилось глаз чего? Глаз зла, то есть принадлежащий миру зла. Вот Айнгара, надо понимать точно так же. Это язык речи, принадлежащий миру зла. Хотя понятно, что исходно это было существительное с прилагательным. Но на выходе вышло, и это так зафиксировано со времен предтонаических, насколько я понимаю, что, как бы выпало в термин специальный, то есть вот язык, речи, принадлежащий миру зла. И вот аккуратное чтение понятно, что Талмуд, Тора и Айнгара – это как раз вот два противопоставления. Талмуд, Тора принадлежит к миру света, там, где люди мирятся с ближним, там, где человек заботится об устройстве невест. А Айнгара – вот это речи, принадлежащие злу – это как бы зеркальный мир, и это вот ровно зеркалка по отношению к той. Мне кажется, что, ну вот, вот опять, я не думаю, что нужно долго и подробно развивать эту мысль. По-моему, каждый, ну, тема для медитации, если вы позволите так это назвать, то, по-моему, как тема для медитации, это очень полезно. Потому что, ну, потому что, вот, полезно. Некоторые вещи нужно не объяснять, а предложить слушателям подумать на досуге самим, каким образом Лашонгара и Талмуд Тора оказываются зеркальными именно вот такой парой. Хотя, казалось бы, к Талмуд Тора противопоставлено должно быть, ну, на языке мудрецов, посещение цирка и театра. Да? Не Талмуд Тора, а в цирк пошел. Казалось бы, противопоставление должно быть здесь. То есть, противопоставление Лашонгара, вот это, речам, принадлежащим мира зла, должно быть, ну, я не знаю, добрые речи. А это самое, примирение ближних. О, где-то сюда нужно. Тем не менее, ясно, что в мире мудрецов противопоставление выглядит так. Значит, по этому поводу, вот опять, что вот есть в Тосевке и чего нету в Мишне. Я хочу вот эту мысль, которая есть в Тосевке и пропадает в Мишне, продолжить. Заслуга – сход. Это просто развитие вот этой мысли первой Мишни. Вот, например, ясно, что была какая-то лекция, откуда записаны эти мысли. Сход – заслуга. Имеет капитал и имеет плоды на этот капитал. Плоды на капитал – это пород, доход с капитала. Цитата. Преступление – вещь, которая, вот опять, вот что не знает куча народу. Преступление имеет капитал и не имеет плодов. Оба-на. То есть, как бы за преступление капитал откладывается на мир грядущий. Мы же говорим, капитал – это то, что к миру грядущему относится. Но на него не начисляется процентов. Значит, я пропускаю толкование, с вашего позволения, потому что это длинно. Значит, по этому поводу дальше. Преступление, которое приносит плоды, имеет плоды процентов. А если не приносит плодов, не имеет процентов. И тут далее я уже перескакиваю через… Да, нумерация тассепта – вещь довольно условная. Учтите, что нумерация внутри глав тассепта равна, как и мишны. Она довольно условная. Дело в том, что нумерация мишнает, она принятая, ну, по некоторым изданиям. Но так как мне приходилось читать довольно много рукописей мишны, то она там не строгая вообще. Но в тассепте это еще большая условность. По этому поводу, например, ссылка на тассепта всегда нужно указывать издание. Вот при ссылке на мишну издание не указывают, потому что основные современные издания, в общем, есть какая-то договоренность, как мы что-то нумеруем. А вот при издании, при ссылке на тассепта обязательно нужно указывать, на какое издание вы ссылаетесь. В данном случае у меня все либо по изданию Либермана, либо по изданию Цукерманделя, которые дополняют друг друга. Ну, то есть то, на что есть Либерман, не Цукерманделя. Ну, неважно. То есть ссылки, ну, это академические издания, тассепта, что я сейчас называю, это академические издания. Значит, далее, в четвертом пункте, там спустя некоторое время, тассепт вдруг говорит. Хорошую мысль, хороший замысел на самом деле, хороший помысел, благое желание, гамаком. Ну, вездесущее это слово маком место, да, вот я напоминаю. На самом деле, ну, очевидно совершенно, что слово маком, оно от слова лагакин, и вообще-то это вариация на тему творец. Дело в том, что корень кам, кун, на самом деле, естественно, вставатель, оно даже в Танахе используется в значении создавать еще есть. Поэтому маком – это тот, кто макин, то есть создатель. Но, тем не менее, принято со времен мудрецов еще в Медрашах. Почему он называется маком? Слово маком еще означает место. Почему он называется маком? Потому, маком – это место буквально, потому что гум кумо шалолам, потому что Всевышний – это место, где находится мир. Баэнь гау лам кумо. Но мир не является местом, где пребывает Всевышний. То есть, как бы, ну, для тех, кто изучал философию классическую, то слово панэнтеизм, извините, у меня преподаватель был, который от меня требовал, чтобы я обязательно знал это слово. Всевышний присутствует всюду, но при этом он больше мир. То есть, как бы, мир, он внутри Всевышнего. Значит, так вот, благую мысль, благой замысел, помысел Всевышний присоединяет, а дурной замысел Всевышний не присоединяет. К чему? Опять продолжает замысел, который приносит плоды, Всевышний присоединяет к поступку. Замысел, не приносящий плодов, Всевышний не присоединяет к поступку. И тут надо заметить следующее. Это, если не знать, о чем идет речь, то можно не понять. И опять вот, есть, так как вот эта, Тассета, есть ее цитата в трактатике Душин, ее мудрецы вспоминают в обсуждении Талмуда и приводят эту цитату, то благодаря этому у нас есть комментарий Раши к этой цитате. Вот если бы его в Талмуде не было, то у нас и Раши бы не было к ней. Раши пишет, речь идет о, значит, помысл, приносящий плоды, это задумал и сделал, то есть плоды – это поступок. Человек задумал что-то, сделал и сделал. Всевышний присоединяет к поступку, то есть как бы два преступления, два события становятся. Он замыслил нехорошее и сделает. А помысл не при настоящих плодов, Всевышний не присоединяет к поступку. И Раши говорит – преступим. И вот здесь мы вдруг понимаем, что Раши, вот эту Тассету, которая барает эти души в Талмуде, Раши нам говорит, что речь идет о дурных замыслах. В конце концов, дурная мысль, она кого угодно посещает. И если судить за мечтание, то в общем, да, дело получилось бы плохо для всех. Но говорится так, что замыслы, которые не отлились в поступки, Всевышний не присоединяет к поступку. Почему? Потому что поступка нет. Вот это комментарий, который выглядит так. Судят за поступки. Но если он был умышленный, то тогда у нас это умышленным преступлением называется. И поэтому как бы наказание только умножается. У нас есть отдельно замысел отдельный. Но если замысел не реализовался, не принес плодов, то он не присоединяется к поступку. Понятно, почему поступка не было. Но чуть-чуть ниже, в той же Тасевте трактата ПЭА, обещал дать ближним деньги на помощь бедным и дал, то будет награда и за то и другое. Обещал дать и не дал, дает награду за обещание, как за поступок. Обратите внимание, что ниже нам четко сказано, что если вот это комментарий к тому, что добрые помыслы считают, это имеют награду даже помыслы. Это вот откуда берется, это вот у нас однозначно, что это место надо понимать так, прямо изнутри Тасевты мы это и читаем. Я боюсь, что уже по времени нет. Я хотел просто показать другую Тасевту. Дело в том, что у нас есть нечто вроде Тасевты к трактату АВОТ высказывания. И называется это, он называется в данном случае Нитасевта, а то, что называется Малый Трактат. Есть Малый Трактат АВОТ, некоторые из них написано поздно. И те, которые написано поздно, это, как правило, сборник барайт, собранных из Талмуда на разные темы. Давайте, отмечу пока. Значит, есть многочисленные Малые Трактаты. Это, ну, я просто для образца, значит, ну, из самых знаменитых, конечно же, это Масеха Дерехерекс. Это трактат о правильном поведении. Трактат Мизуза, например, есть, Малый Трактат, но, поверьте, он не во времена Мишны был создан, как трактат. Это сборник галактических высказаний, собранных по Талмуду, позже намного. Есть такой же Оцицит от Филин, есть трактат Кала-Невеста, и один из малых трактатов – это Аводда Рабинатан. Вот с ним проблема полная с трактатом Аводда Рабинатан. Его древность очевидна, но он ни разу не упомянут в Талмуде, хотя кое-какие материалы из него в Талмуде есть. Но это не трактат, составленный поздно по материалам Талмуда. Это куда древнее, это набор, огромный набор высказываний, причем удлиняющих мысль, которую высказал в трактате Авод. Значит, ну, например, Раби Элиза в 10-м, я просто, я хочу другой пример привести, я его не просто. В первой главе высказывания в трактате Авод, Шамай, тот самый, который Парагилэль и Шамай, Шамай говорит, «Сделай занятие Торы постоянной». Значит, там разные комментарии есть, есть Раши по этому поводу, который говорит, что обязательно отведи время, в какое-то конкретное время, когда-то в течение дня, когда ты будешь заниматься Торой, есть еще разные вещи, но вот Авод де Раби Натан, который воспринимается кучей народу как Тасефта, и не без основания, как Тасефта к трактату Авод. Вот Кейт, сделай изучение Торы постоянной, каким образом, Кейтсад, научить, что если человек услышал нечто из уст мудреца в академии, то пусть не сделает это высказывание случайно, а сделает его постоянным. А именно, то, что человек выучил, пусть пойдет и научит другим. Либо тот же Шамай, приветливо встречая любого человека, бессебр по ним ефот, с доброжелательным выражением лица. Ну, безусловно, когда мы изучаем Мишну трактату Авод, то я рекомендую смотреть Маири при этом. Но у меня, я много раз говорил, что у меня слабость к этому комментатору. Значит, Маири к этому месту совершенно великолепен. Тот, кто встречает другого приветливо, даже если ничего ему не дает, уже как бы дал все, что у него просили. Ну, вот, ну, Маири, он красавец, свершеннейший. Маири – это фамилия. Но в Аводе Рабинатан сказано следующее. Что если человек дал ближнему все дары прекрасной мира, а морда у него кислая, так буквально и написано, а к в ушим маринованная, то писание, мысль Шамая, как будто он ничего не дал. Но тот, кто встречает ближнего с доброжелательным выражением лица, как будто ничего не дал, то как будто он ему дал все дары мира. Ну, разница с Маири есть, конечно же, здесь все дары мира, как будто дал, а Маири, говорит, дал просимое. Но вот просто для демонстрации, что такое это сэпто по оснащению к Мишне. Вот я, правда, взял, естественно, не совсем честно, не галахическую сторону, а гадическую, естественно. Мне так удобнее, чем долго погружаться в Галаху. Но, по-моему, вот на этих примерах мы видим одну вещь, что насколько Мишна – это меньше того, что было в академиях той самой эпохи, когда она создавалась. В академии бегало несравненно больше. И мы привыкли к тому, что Мишна – это самый такой роскошный первоисточник. Да, это роскошный первоисточник. Но он очень короткий. Он аккуратно сокращен для того, чтобы сделать кодекс. А именно краткий, удобный в использовании свод законов, что и было проделано ради ехудофинастики. Вот умение это сделать, сделано это очень талантливо было при этом. Да, конечно, мы теряем что-то, и остатки у нас есть в Тосефте. И понятно, что это очень неполные остатки. Тосефта тоже не резиновая. Но при этом умение кратко выразить закон и четко все сформулировать – это величайший талант. Ну вот, когда Раф Фейген выздоровеет и продолжит свои лекции по Раше, я не знаю, будет ли он читать лекции по Раше в Талмуде. Он, по-моему, хочет к пяти книжек говорить о Раше к пяти книжек. Но Раше в Талмуде… Дело в том, что у нас есть возможность в паре мест, ну, больших мест, сравнивать первую редакцию комментариев Раше с третьей редакцией. Третья редакция – это то, которое мы пользуемся. И видно, сколько ушло у человека научиться говорить кратко. Это нечто. Это и есть гениальность Раше. И это и есть гениальность их удовлетворенности. Суметь сократить то, чего сокращать не хочется, то, чего хочется петь соловьем, – это редкостный талант, и Мишна это проделала. Да, конечно, хочется как-то добыть то, чего не попало, но суметь так четко все сформулировать – это и есть гениальность Мишны. Ну, вот где-то на этом я хочу сегодня закрыть дозволенные речи. Если есть какие-нибудь вопросы, допускающие короткие ответы, то я готов попробовать ответить. Господа и дамы, есть возможность задать короткий вопрос и получить, по возможности, короткий ответ. Простите, может, несколько странный вопрос. Вот если намного позже мы посмотрим на то, что писал Рамбан, как бы вы оценили его краткость изложения? Насколько она вам… Рамбан, в смысле, комментарий к Хмашу? Нет, ну не только, как он вообще писал там и другие свои работы, просто у него тоже очень сжат. Нет-нет, Рамбан никогда не писал сжат, а Рамбан писал очень длинно всегда. Его респонсы довольно длинные. Нет, я не про респонсы. Подождите, вы имеете в виду Рамбан, Майманида или Нахманида? Нахманида. Нахманида. Раби Машабан Нахман. Да, да. Он довольно длинно писал. При этом… Он тоже очень, ну не знаю, не только я так ощущаю, что он очень емко складывает мысль. Он емко складывает мысль, это правда. Но все-таки, но сравните просто объемы. Вот возьмите Хмаш, да? Не получится, не получится, не получится. Ну, посмотрите, откройте где-нибудь Хмаш на первой попавшейся листе, развороте. И сравните объем Раша с объемом Рамбана. И вы увидите, что даже не сравнимо. Плюс ко всему, что вот Центр. Рашик Хумаш – это отдельное искусство Рашика Хумаши. Рашик Хумашу, он не находит, нужно с кем-нибудь спорить никогда. Рашик Хумашу – это ответы на вопросы внуков. Как это надо понимать? По этому поводу, например, один из основных видов комментариев к Рашик Хумашу – это восстановить вопрос, который был задан. Потом по восстановленному вопросу понять ответ. И почему ответ такой. И объяснить. Тогда вы можете объяснить, почему ответ такой. Рамбан регулярно спорит. Во-первых, он регулярно привлекает Раши, и регулярно привлекает Ибнезер. И спорит с ними обойно очень часто. Ну, чаще с Ибнезера, чем с Раши, конечно же. Кстати, и Рамбану там достается, Маймонит, который довольно иного времени от времени. Крепко достается. Поэтому слово «краткий» я бы не сказал, он по природе другой. Он более… Смотрите, вот Раши, например, никогда не нуждается в том, чтобы доказать то, что он говорит. Он просто пишет то, что пишет. Он ничего не доказывает. Он не пытается обосновать свое мнение. Рамбан регулярно обосновывает. Рамбан регулярно говорит, откуда и что он берет. По этому поводу краткость Рамбана – это уже вещь невозможная. А вот Рамбан, Маймонит, вот он никогда ничего не обосновывает. Он пишет, как должно быть, и все. Вот он может быть кратким, позволит себе быть кратким. Вот он краткий, это правда. Он обосновывает себя только в трактатах научных, типа Моренавухи, только там. А так не находят нужды. Но при этом, ну, скажем, смотрите, Рамбан настолько не похож на Раши, он настолько по-другому думает. он находится под таким мощным влиянием каббалы уже к этому моменту, что у Раши нету. Ну, в комментарии не видно, это называется. Что это просто совершенно другой мир. Рамбан – это, ну, совсем другой мир. По сравнению с Раши. Не говорю хорошее, плохое. Он мне все равно по качеству. Я говорю просто по содержанию. Окей? Спасибо большое. Вот, конечно, там емкости и краткость – совершенно разные параметры. Ну, просто вот интересно было вас услышать. Знаете, вот Рамбану как-то, я не помню, у кого я читал это правило, что если Рамбан где-то написал, что думать так-то – это тяжелая ошибка, и это просто неверно, то, в общем, будьте уверены, что это он имеет в виду себя. Он где-то это написал. Как раз то, чего он в данном случае обозначает, как ошибка, он говорит про себя. Что вы найдите где-то… Где-то он это написать умудрился. Вот. Ну, вот это правда, кстати. Я несколько раз утрудился поисками вот тех мест и находил такие места. Он в этом смысле человек был увлекающийся. Но Рамбана читать, он как живой человек, читаете. А Раши – это отлитая в камни традиция. Это другое. Да, да. Спасибо. Это другое совершенно. Это как бы не человек уже пишет. Это устами Раши говорит еврейская традиция, а не Раши. Там человека очень мало. Там за этим стоит века. Нецех. Да. Сфера Нецех. Вечность. А Рамбан – это все-таки уже человек. Спасибо. Спасибо. Господа и дамы, еще вопросы? Я позволю себе маленький вопрос, но если ответ как бы длинный, то можно либо вообще нет, либо коротко. Вопрос такой. Вот. Как ты сказал, и это чувствует каждый, кто хотя бы минимально как бы сталкивался с устной Торой, это все-таки очень специфический язык, которым написано. Написано Мишна, Талмуд, и дальше объяснение там, Тасефта, Барайта, все, что ты говорил. Более того, у Раши есть специфический актив, Раши и так дальше. Мой вопрос, он такой. Вот. Существует как бы общее мнение, по-видимому, оно правильное, что устная Тора, она является ну как-то отображением еврейской мысли, еврейской ментальности, еврейского мировоззрения. А теперь сам вопрос. Вот язык, которым написано устная Тора, язык Мишны, знак Торы, это некоторая шифровка? То есть между собой так евреи не говорили, был выработан некоторый язык? Я думаю, что мне кажется, и я думаю, что я не ошибаюсь, я не смогу это, наверное, то есть, если напрячься и месячишко посидеть, как следует подумать, как это сформулировать четко, чтобы это можно было доказывать. Это стиль конспекта, установившийся стиль конспектов. Вот надо кратко высказать главную мысль. И в результате перед нами возникает именно вот этот краткий стиль. Вот давайте простой пример. Вот когда люди обсуждают арамейские Талмуда, то я хочу заметить следующее. Арамейские Талмуда, вообще, Вавилонского Талмуда, в данном случае, я говорю о Вавилонском Талмуде, в те времена люди говорили именно на этом языке. Это их родной язык. Они будут говорить на этом языке как на родном до где-то седьмого, до конца седьмого века. Где-то в середине восьмого века арамейский язык уступит место арабскому. А до восьмого века, до середины восьмого века, арамейский был разговорным языком. Тогда вопрос, откуда там столько ивритских слов, если они говорили на арамейском? Ответ – оттуда же, откуда, когда русские в Ешиве что-то учат, а им удобнее центральные все слова изучаемого произносить на иврите. Чем, обсуждая законы либератного брака, я ведь в Ешиве слово «либератный брак» не произнесу ни разу. Я буду говорить слово «ебум» только так. Это будет единственное слово, которое я буду употреблять. То есть это язык, возникший в некоторой среде, которая сильно занята ивритскими первоисточниками, торой и тому подобными вещами, и в результате возникает вот этот двойной язык, где база арамейская, а термины ивритские. И точно так же на самом деле возникает и иидыш, и ладино, и, я не знаю, бухари то, что называется. Это фарси, еврейская фарси. Они все на одну рожу эти языки. У них вот основа какая-то местная и куча ивритских слов туда вставленных. По этому поводу это жаргон, на котором говорят в Ешивах. Причем это некоторое удовольствие получаешь, когда человек, который привык на этом жаргоне говорить, пытается общаться с внешним миром. И в результате попытка, потрясающая попытка человека из Ешивого мира объяснить таксисту, что ехать надо в обратную сторону. Это не кивунга, фух, как сказал бы любой нормальный израильтянин, а вместо этого он говорит адраба. Адраба в Адраба. Адраба в Адраба. Наоборот, наоборот, это арамейский оборот Адраба. На самом деле Адраба Аль-Ше-Ютер. И даже больше всего наоборот, на самом деле, это Аль-Ше-Ютер, которая превратилась в Адраба. Наоборот. Вот, да. И мне всегда казалось, что Лашон, письменный язык, язык Устной Торы, вот устный язык Устной Торы, я поблагодарю, в те времена, был народным и очень сочным. А вот это я хотел спросить. Как мы видим в Агаде, вот как мы видим в рассказах Талмуда, там, где, ну, вот Агада, рассказы о мудрецах. Это был сочный язык, время от времени еще с полуматерными выражениями, судя по всему, довольно грубыми, такими, простонародными. Это был язык народа. Амха. Как народ твой говорит. Знаете, когда в Израиле говорят, Амха – это простой народ, имеется в виду. Они говорили вот доступным образом. Но когда все это надо записать, то ты начинаешь экономить. Про кого же это я забыл? По-моему, радуфолог, по-моему, комментарии, которые безумно короткие, на вопрос, почему ответ у него не было денег на бумагу. Вот эта попытка записать коротко, потому что много надо лекций записать. В результате выработался вот этот жаргон, который возник на базе конспектов. И я хочу заметить, что вы представляете себе, сколько надо учить человека, чтобы он научился понимать чужие конспекты. Я же до сих пор вспоминаю, как в чужом конспекте, но не я на самом деле, долго пытался понять, что там делает оборот поза в ванной. И только спустя год сообразили, что это был позитивный. Но мои конспекты еще надо... То есть преподаватель сказал, что он не может прочесть мой конспект, он потребовал предъявить конспект, когда он посмотрел, сказал, это понять невозможно. Я говорю, что вы не понимаете, давайте я вам прочиту. А у меня там куча своих сокращений, обозначений. Для меня существующих. Послушай, ктифраша, я не знаю, откуда ты лажешь. Ктифраша – это письменный сефардский шрифт. Вот то, чем мы пишем, это письменный ашкинарский шрифт. Мы пишем, вот, современное рукописное письмо, это ашкинарский шрифт. А шрифтраша – это письменный сефардский шрифт. Это курсив, сефардский курсив. Раша им не писал ни в жизни Он писал ошкинарским письмом Естественно, а не сефардским А называется он так Потому что в первом издании Раша был издан сефардским курсивом Он был так набран Поэтому он называется Ктейф Раша Был издан Хумаш с комментариями Раши Естественно, Хумаш пятикнижей Был набран квадратным шрифтом Как ему и положено А Раша был набран сефардским курсивом Причем соображения издателя Были, ты должен смеяться, были лобовыми Сефарды были богатыми Соображения издателя были простыми Сефарды были богатыми Поэтому он издал Раши сефардским курсивом Чтобы сефардам было хорошо И чтобы они купили это Ты догадаешься, сколько стоило Первопечатные книги Там тиражи были 200 экземпляров Там больше не получалось Там 250 экземпляр Он слепой почти То есть их допечатывали, конечно, издатели Тайком от авторов Чтобы авторские не платить Но они почти слепые Вот Но он Значит, первое издание Это же анекдот То, что называется шрифт Раша Это шрифт, который был первый раз издан Раши В печатном виде Но как бы закрепилось Мы привыкли, скажем, детей Обучать шрифту Раши Это то еще мероприятие Не случайно там для простых школ Издается регулярно Раша квадратным шрифтом Ну, потому что детей надо переучивать Читать этим шрифтом Ну, сефарды не пишут давно уже этим сефардским шрифтом Сефарды забыли этот свой шрифт Это их шрифт письменный был Но Ашкенадский вытеснил его Потом Но Открой старые рукописи Там Те места, которые Рамбов, например, рукопись Они сохранились Они дошли Их в интернете можно найти Можешь посмотреть, как выглядит шрифт Который пишет Рамбов Ну, Рашик Талмудов написан нормально Как бы нормальным квадратным Некатив Раши Это не издатель Это вопрос издателя А, окей Нет, он написан Ктив Раши Рашик Талмудов написан Ктивом Раши Ктивом Раши Окей Да Но это принято Как бы установлено Принято Причем Непонятно Почему некоторые книги Например Регулярно издавали Издателя Почему-то выбирали И напечатали книги С ног до головы Ктивом Раши Почему Что им происходит Какая мысль их посещала Я не понимаю Но вот Там у меня есть Книги девятнадцатого века Где издатель Почему-то Книгу издал Таким образом Почему Что Почему ему То ли у него много шрифта Такого было Окей Он решил Но это уже К издателям Хорошо Мы к ним обратимся Нет проблем Да Окей Окей Господа и дамы Мы на этом заканчиваем Правильно? Хорошо Народ молчаливо соглашается Мейер Огромное спасибо Мы будем прослушивать И продумывать дальше Всем счастливо И пока Шаббат шалом Спасибо Шаббат шалом Шаббат шалом Хорев Бари Здоровая зима У нас наконец зима появилась Говорится хорев Бари Нет У нас зима собирается Сегодня ночью наступить Ну подожди У тебя льет Нет У тебя окно близко К моему окну Нет Сейчас мы в зуме проверим Какие у нас окна